Как девственница за занавеской. Хоп-хоп, всё, клуб курильщиков. Мне так тяжело было бросить её. Да, брат, хорош, ничего такого в этом нет. Если я красиво преподношу грешные поступки, вкусно рассказываю о них, не знаю, как-то не то, сам грешу, а других наставляю. Мне стыдно в этом признаться. Сегодня женщины хотят рулить, не хотят слушаться, вместо мужа решают. Голые по дому ходят. А чё, ешь дома? Чё, так и сделал, что ли? Ну, брат, ты даёшь. А посланник Аллаха продолжал сражаться. Мы не представляем, как эта штука может встать нам боком в судный день. С именем Аллаха. Вся хвала принадлежит Аллаху. Мир и благословение посланнику Аллаха. В самом начале хочу кое-что прояснить. Иной раз до смешного доходит, как люди некоторые вещи не понимают. В сегодняшнем выступлении я не буду призывать к греху. И если вам из моих слов покажется, что это так, то знайте, что вы просто меня неправильно поняли. Естественно, я никого не призываю совершать грехи. Так что поймите правильно. А то иной раз так слова переворачивают. Много лет назад я записал ролик о намазе. Я говорил, не важно, что происходит в твоей жизни, читай намаз. А люди из этого поняли. Типа, если ты читаешь намаз, можно делать, что хочешь. Братья, такого я не говорил. Я имел в виду, даже если вы грешите, молитесь, чтобы ваши грехи не останавливали вас от намаза. Смысл такой был. Мои братья и сестры, вот Аллах, предчист он Всевышний, создал человека. И создал он его несовершенным. Люди не идеальны. И это нужно понимать. Даже если человек после грешной жизни пришел к исламу. Мы должны понимать, какими мы созданы. Человек в сущности грешник. Такова наша природа. И говоря это, «Я не призываю грешить и не оправдываю грехи». Посланник Аллаха сказал, «Все потомки Адама ошибающиеся». Все дети Адама. То есть все люди. Плохие, хорошие. Все люди ошибаются. Все люди грешат. Ведь отношения с Аллахом во многом на чем строятся? На признании грехов, на покаянии, когда ты твердо намереваешься больше не грешить. Если вы думаете, что хоть кто-то совершенен, вы в сказки верите? Нет таких. Надо, конечно, стремиться к совершенству, работать над собой, над своим моральным обликом. Не просто же так, один из самых важных столпов ислама это покаяние, тауба, когда человек после греха намеревается больше никогда к нему не возвращаться. Аллах человека создал ошибающимся. Наш праотец, Адам, мир ему, пророк Адам. Аллах же ему велел не приближаться к дереву. Но в итоге-то он с него поел, ошибку совершил. И потомки Адама тоже ошибающиеся. И оно так и будет. До самого судного дня. Человека Аллах сотворил забывчивым. Так уж человек устроен. Забывает он. Хадис есть интересный. Хорошая история. Пречистый Всевышний Аллах самому первому человеку, Адаму, мир ему, показал каждого человека, который когда-либо родится. Представляете, да, картину? Аллах Адаму дал возможность увидеть всех своих потомков, от первых до последних. Вот это зрелище, да? И вот Адам, глядя на все свое потомство, обратил внимание на одного человека и говорит, «О Аллах, кто это?» Аллах говорит, «Это твой сын Давуд». Адам, мир ему, спрашивает Аллаха, «О Аллах, а сколько ты ему отмерил жить?» Аллах говорит, «60 лет». А Адам, наверное, знал, что будет жить тысячу лет. И говорит, «О Аллах, забери из моей жизни 40 лет и отдай Давуду, чтобы он жил до 100 лет». И вот Адам, мир ему, живет. И когда ему было 960 лет, ангел смерти пришел за его душой, Адам говорит, «Ты уже пришел за мной?» Рано же. Нет, говорит, час настал, но Аллах сказал, «Тысячу проживу». Ангел смерти говорит, «Ты же подарил 40 лет своему сыну Давуду». Адам говорит, «Нет». И пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что так же, как наш проротец Адам забыл, так же и потомки Адама будут забывать досудного дня. Такими Аллах создал нас. Все мы грешим, братья и сестры. Все ошибаемся. Все абсолютно. И неправедные, и праведные. Так или иначе оступаемся. Но иногда бывает такое, что после греха мы совершаем большие поступки, очень хорошие, чтобы искупить этот грех. И это благое дело искупляет наш грех. Вот об этом я и хочу поговорить. Понятно, что надо следить за своими поступками. Но бывает, что вот согрешил ты, поддался слабости, ты позволил шайтану овладеть тобой в момент беспечности. Бывает, что мы согрешили. И после греха нужно сделать добро. Бывает, что человек после греха совершает такое благое дело, что оно смывает этот грех. Грехи есть большие и маленькие. Большой грех – это, например, убийство. Зина, прелюбодеяние – это все большие грехи. Стирает их только искреннее раскаяние. Когда ты твердо вознамерился, никогда этого не повторять. Аллах – всепрощающий. Но большие грехи требуют обязательного раскаяния. А есть маленькие грехи? Примеры приводить не буду, чтоб люди не расслаблялись. Типа, а чё, это же маленький грех. Но чтобы Аллах простил маленький грех, твердое намерение больше его не повторять не является обязательным условием. Например, тахарат смывает маленькие грехи. Доброе дело смывает грех. В мечеть пошел, за каждый шаг Аллах прощает тебе маленькие грехи. Каждый шаг как доброе дело записывает и возвышает твою степень. То есть маленькие грехи Аллах прощает, даже если ты об этом не просишь. Но иной раз, если вы упорствуете в маленьком грехе, регулярно его совершаете, от этого маленький грех может засчитаться как большой, хотя в основе он маленький. Но то, что ты в нем упорствовал, осознанно делал его снова и снова, регулярно, при этом не раскаиваясь за это, от этого маленький грех может записаться как большой. Мои братья и сестры, мы ответственны не только за то, чтобы стараться не грешить, но и за то, чтобы пороки в обществе не распространялись через нас и через тех, кого мы не остановили от греха. Опять же, я не рекламирую порочный образ жизни. Просто скажу, что есть разница, когда человек грешит у себя дома, то есть его грех один на один с ним. И когда человек бесстыдно грешит, на людях, тем самым подавая дурной пример другим. И при этом для него это в порядке вещей. Такие грешники несут еще большую ответственность перед Аллахом. Люди, которые грешат открыто, для которых это норма, с женщинами вовсю и не краснеют, открыто грешат, без стеснения. Они заслуживают более сурового наказания в этом мире и в вечном. В судный день Аллах воздаст людям за их злодеяние. И это будет далеко не легкий день. Судный день легким не будет. Посланник Аллаха сказал, и сегодняшняя моя лекция будет построена на этом хадисе, так что держите его в голове. Пророк, мир ему и благословение, сказал, вся моя община будет прощена. Аллах смилуется над ней. Внимание, очень важный хадис. Обдумайте его тщательно. Вся моя община будет прощена. Аллах проявит милосердие к верующим. Кроме Кроме тех, кто совершал харам открыто. Кто совершал запретное при людях. Для этих людей, как я понимаю, независимо от того, большие грехи они совершали или маленькие, если они совершали запретное открыто, если делали харам прилюдно, бесстыдно, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, для них не будет милосердия. И дальше посланник Аллаха, мир ему и благословение, привел такой пример. Хадис достоверный. Он говорит, когда человек согрешил в тайне, под покровом ночи, Аллах покрыл его грех, скрыл этот греховный поступок, покрыл его при грешении. А наутро этот человек сбрасывает то покрывало, которым Аллах укрыл его грех и начинает рассказывать людям о грехах своих. Я вот то-то и то-то сделал. Для этого человека милосердия не будет. И мы должны понимать, мои братья и сестры, понятно, что мы все ошибающиеся, все грешные. Мы знаем это. Но если человек совершает грех открыто, прилюдно, без стыда, он сбрасывает покрывало, которым Аллах его укрыл. И вот о таком человеке посланник Аллаха сказал, что в судный день для него не будет милосердия. Хочу вот такой пример привести, это очень важно. Я бы не хотел, чтобы вы из моих слов сделали вывод, что я даю зеленый свет на грех. Нет, я просто пример привожу. Вот, например, курение. Понятно, многие братья в молодости курить начали. Дурная привычка. Я искренне от всей души прошу Аллаха облегчить всем братьям и сестрам, кто курит. Пусть Аллах поможет бросить. Отвратительная привычка на самом деле. А еще и денег стоит. Это понятно. И вот, ты куришь. Это грех. Некоторые ученые сказали, что это маленький грех. Ты куришь. Это маленький грех. Но куришь ли ты вне дома? Прилюдно. Не скрывая этого. Не испытывая при этом никакого стыда. Если ты куришь на людях, а не только у себя дома, то это уже больше, чем просто курить сигарету. То, что ты куришь при людях, это уже отдельная статья, так сказать. Тем самым, это усугубляет твое положение перед Аллахом. Потому что на каждом из нас ответственность за то, какой пример мы подаем обществу, в котором живем. понимаете, да? Вот я курю. Ну, предположим. Ну что, сигареты, допустим. Кальян, еще что-то. Если ты это куришь, тайком, дома, когда никто этого не видит, ни с друзьями, ни с кем, вот один сидишь и куришь, при этом тебе стыдно за это, это одно дело. Я понимаю, зависимость и все такое бросить непросто. Но если я начинаю курить сигарету вместе с друзьями, стоишь, смолишь, угораешь, люди это видят, или, допустим, куришь при детях, само по себе это хуже, чем курение как таковое. И вот это создает риск того, что в судный день Аллах не проявит к нам милосердия. Братья и сестры, мы же этого не хотим. Вот у тебя дурная привычка. Никто не идеален. У каждого из нас есть еще куда совершенствоваться. Но даже если ты еще не бросил, хотя бы не делай этого прилюдно, чтобы это за закрытыми дверями происходило, втайне. Потому что когда ты грех раскрываешь, сам факт этого может быть хуже самого греха. Или музыка, например. Музыка, очевидно, запретна. Слушать музыку – это харам. И тех, кто ее слушает, я прекрасно понимаю. Мне так тяжело было бросить ее, еще когда Паджихилии слушал. Я был готов бросить все, что угодно, но только не музыку. Так что я понимаю тех братьев и сестер, которые слушают музыку. Но если я в машине еду, слушая музыку, и окна опустил, так что эту музыку теперь слышат еще и другие. Это еще хуже, чем прослушивание музыки. Так что, если так получилось, что музыку ты слушаешь, не можешь пока бросить. Ну, хоть убавь ее. Чтоб слышать ее мог только ты. Окна подними. Делай все, что в твоих силах, чтобы по максимуму изолировать свой грех от других. Перед Аллахом это будет менее тяжко. Хотя, грехом это быть не перестает. Или вот, например, сестра хиджаб не носит. Не укрывается мусульманка. Я это говорю не чтобы упрекнуть кого-то. А из тех, которые хиджаб носят, много тех, которые носят обтягивающий хиджаб. Прилегающий. Видели ж такие, наверное? Мода такая. И при этом вся суть хиджаба теряется, потому что он подчеркивает фигуру, а не скрывает ее. От хиджаба одно название. В обтяжку все. Все черты фигуры видно. И это типа хиджаб. И вот если сестра в такой вот одежде ходит во дворе своего частного дома, где ее посторонние не видят, она не совершает никакого греха. Но как только она в таком прикиде вышла на людей, когда ее видят мужчины, да даже и не только мужчины, даже если другие женщины ее видят. В таком прикиде. Это же уже пропаганда с ее стороны. Мусульманка же не должна подчеркивать свое тело. Но шайтан просочился и в эту сферу. Людям внушили, что это нормально. Лет 20 назад такого вообще не было. А потом одна надела, вторая, и все, пошло-поехало. Поначалу им было неловко, а теперь уже стало нормой. Но это не норма. Это запретно. Даже если все люди на земле начали бы так делать. И люди пытаются это оправдать. Да брат, хорош, ничего такого в этом нет. Харам это харам. И до судного дня он запретным и останется. Но мы же хитро поступаем. Мы стараемся общаться с такими же, как мы, чтобы не было дискомфортно. Она так одевается, я так одеваюсь. Нам друг с другом комфортно. А если мы с праведными будем общаться, будем себя чувствовать не в своей тарелке. Если брат курит, общается с другими курильщиками. И они друг к другу притягиваются, как магниты. Хоп-хоп, все, клуб курильщиков. Но потому что, конечно, кому охота дружить с теми, рядом с кем себя грешником чувствуешь? И эта сестра, выходя на люди в таком вот прикиде, с подчеркнутой фигурой, ходит с таким видом, типа, ну да, я так одеваюсь, дальше-то че? И вот это еще больше усугубляет ее положение. Мы должны понимать, мои братья и сестры, что вот этот хадис очень важен. Посланник Аллаха сказал, что к таким людям Аллах милосердие не проявит. Хотя Мухаммад пророк милосердия. И ислам, религия милосердия. Каждая сура Корана, кроме суры покаяния, начинается с каких слов? Бисмилляхи рухмани рухим. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Весь ислам основан на милосердии. Человек грешен. И Аллах знает это. Но если человек совершает грехи открыто, безо всякого стыда, это уже высокомерие. Типа, ну да, я знаю, что это запрещено, дальше-то че? Меня только Бог судить может. Вот такой подход и разрушает нашу общину. Вот что разрушает общество. Вот одним из условий покаяния, одним из условий настоящего, искреннего покаяния, является сожаление о грехе. Это условие покаяния. Ты должен сожалеть о том, что ты сделал. А сегодня-то как? Причем я видел это много раз. Вот, к примеру, смотрите. Братья с братьями сидят, или сестры с сестрами, и соревнуются, кто более грешно жил в Джахилии. Че, так и сделал, что ли? Ну, брат, ты даешь. А мы, короче, в тот раз, помнишь? А, или вот еще, там вообще. Казалось бы, люди же говорят о прошлом. Сейчас же они уже в исламе. А мы-то говорим про Джахилию. Нет, братья и сестры, не надо так. Если вы в этом покаялись, так устыдитесь. Гордиться здесь нечем. Это что, великий подвиг? Совершить то, что Всевышний Аллах запретил. И вот парни сидят, рассказывают, угорают, соревнуются. Кто из них больше нагрешил? Кто там кого кинул, кто с кем переспал? Но если вы раскаялись, откуда такая открытость? Надо стыдиться своего прошлого. А ты без стыжа рассказываешь. Это ж была грязная жизнь, а вы хвастаетесь этими историями. Шайтан ему говорит, нашептывает ему, мол, смотри, хороший шанс понтануться. Да ладно, че-то это ж в прошлом было. Нормально же. Но это неправильно. Надо пытаться сохранить общество, а ты такие истории рассказываешь. Мы, харам, не должны рекламировать ни в каком виде. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, если человек распространяет добро, благое что-то, то какое бы добро не породило это добро, этому человеку будет награда от этого. Вот я хадис рассказал, наставление кому-то сделал. И если человек этот хадис применил, притворил в жизни, сделал так, как Аллах велит, то я за этот его благой поступок получу такую же награду. Если я кого-то научил, как намаз читать, или побуждаю его молиться, то за каждый раз, когда этот человек прочитает намаз, я получу за это награду. Но справедливо и обратное. Если я красиво преподношу грешные поступки, вкусно рассказываю о них, и если человек из-за меня согрешит, то и мне грех запишется. Мои братья и сестры, одумайтесь. Я даже не знаю, как вам это объяснить. Это не шутки. С огнем играете? Аллах причист, Он Всевышний. В судный день спрашивать ведь будет. Что ты в WhatsApp рассылал? Или в Facebook? Что распространял? Для тебя-то это вроде мелочь. Че там кнопочку нажать? Но ты за это ответ несешь. За все, что ты распространяешь. За все, что люди посмотрели с твоей подачи. Ты за это в ответе. Если харам смотришь, это грех. Но если им делишься, это еще больший грех. Ты, получается, грязь разводишь. Плодишь вот эту вот порочность. На тебя тоже будет этот грех. За каждого, кто это посмотрит. Тебе грехи запишутся. Так что очень серьезно к этому относиться надо. А то взяли моду говорить, типа, да, испортились люди. Совсем стыд ушел. Ну, такие вот времена настали. Даже такое говорить надо прекращать. Тот, кто говорит, что люди испортились, возможно, причастен к этому. Надо прекращать так говорить. Типа, да че уж теперь. Испортились люди уже. Жадные, гордые, лживые. Ты будто в бессилии расписываешься. Типа, так и надо. Это же ненормально. Мы, мусульмане, должны стремиться к милосердию Аллаха. Не терять надежды. Но и не расслабляться тоже. Да, мусульмане совершают прелюбодеяние. Мы это знаем. Но это же не значит, что все такие. Нет. А то, когда вот так говорят, типа, мусульмане испортились, может такое ощущение сложиться, что, ну все, все такие, все грешниками стали. Но это ж не так. Надо хороший пример показывать. Сбережем себя, сбережем общество. Даже если ты не идеальный, все равно призывай к добру. Люди спрашивают, это ж лицемерие. Нет, не лицемерие. Даже если ты сам совершаешь какой-то грех, но при этом тебе представилась возможность сделать наставление человеку в чем-то другом, в чем ты не грешишь. Сделай ему наставление, даже если ты совершаешь запретное. Казалось бы, да? Где логика? Типа, ну как так? Не знаю, как-то не то. Сам грешу, а других наставляю. Получается какое-то лицемерие. Сам, значит, гуляет с девчонкой, а других наставляет намаз читать. Так тут одно отдельно от другого. То, что отношения запретные у него, это грех, понятно. Но если он может призвать человека к добру, побудить к благому, то надо сделать это. В судный день будет поздно накапливать награду. Там уже ничего не сделаешь. В судный день ты пожалеешь, если не готовился к нему. В судный день все вскроется, кто как жил. В судный день люди будут нагие. Посланник Аллаха сказал, к Аллаху люди придут босые, нагие, необрезанные. И каждый человек предстанет перед Аллахом. Каждый. Харам, который ты делал тайком, запретное, которое ты совершал, пока родители не видят. Запретное, которое ты делал за спиной жены или делала за спиной мужа. Может, в этой жизни тебе и удастся скрыть. Но в судный день каждому человеку будет показано, что он делал. Всем без исключения. Аллах говорит в Коране, и тот, кто сделал добро смельчайшую частицу увидит это. И кто сделал зло смельчайшую частицу увидит это. Каждый человек увидит. Все вскроется. Всевышний Аллах знает обо всем, что ты совершаешь. Пророки в судный день будут бояться. Хотя они пророки Аллаха. Пророки и посланники Аллаха. Даже они в судный день будут Аллаха бояться. Думаешь, легко будет? неподготовленным хочешь воскреснуть? Даже если мама твоя увидит, как ты что-то запретное совершаешь, уже стыдуха какая. Это же позор. А перед Аллахом представь, как будет. Мама – это творение Аллаха, но даже перед ней стыдно. А Всевышний Аллах – Создатель. Представь, перед ним каково будет. Что сказал посланник Аллаха в достоверном хадисе? Пророк сказал, тот, кто скроет грехи брата в этой жизни, Аллах скроет его грехи в судный день. Это для тех, кто скроет грехи своего брата, для тех, кто скроет грехи своей сестры, тот, кто накинет покрывало на запретное, которое люди делают. Для них, что Всевышний Аллах сделает? Он скроет их грехи в судный день. Видите, Аллах желает, чтобы люди друг друга прикрывали. И это не значит, а то некоторое недопонимание бывает, это не значит, что не надо призывать делать добро и останавливать зло. Надо наставлять, надо. Если сестра или брат харам делает, надо мягко наставить. Конечно же, нужно это делать. Просто грехи рассказывать не надо. Типа, сидишь с другом и такой, прикинь, такого-то, такого-то брата знаешь же, я его видел, он то-то и то-то делал. И понеслась смаковать. Аллах этого не любит. Он любит, когда скрывают грехи. А они рассказывают о них. Понятно, что люди не идеальны. Понятно, что люди могут ошибаться. Но раскрывать их ошибки, предавать их огласки, пережевывать их смаковать или соревноваться историями, кто больше грешил в джихилии, так нельзя. мы за это будем перед Аллахом отвечать. Думаешь, удастся съехать? Типа, это мелочи какие-то? В судный день из-за этого может быть много проблем. Аллах любит, когда скрывают грехи, чтобы братья и сестры не позорили друг друга. посланник Аллаха сказал, Аллах накидывает покрывало на те запретные поступки, которые ты совершал. А ты берешь и рассказываешь об этом. Типа, в тот раз так куролесили. Там, короче, как было? Туда-то пошли, то-то сделали. Ты рвешь покрывало, которым Аллах укрыл грехи твои. Надо быть очень богобоязненными, братья и сестры. Каждый из нас играет роль в формировании общества. Общество же состоит из отдельных людей. Не говори о запретном, как об обыденном. Даже если ты действительно видишь, что запретное стало обыденным, все равно не говори об этом, будто так и должно быть. Не надо о хараме говорить, как о чем-то таком, что в порядке вещей. Нельзя, чтобы из наших слов у людей складывалось впечатление, как будто так и надо. Надо этого избегать. Аллах любит, когда скрывают грехи. Не только свои, но и чужие. Оступился, скрой. Если за себя беспокоишься, и о других позаботься. Скрой грехи других. Вот знаете, братья и сестры, есть одно качество, и на этом я закончу. Есть качества, которые любят Аллах и его посланник. И, к сожалению, его все реже и реже можно увидеть. И сегодня я открыто признаю, я отнюдь не горжусь этим. Мне стыдно в этом признаться. Но, думаю, и во мне нет этого качества. Аллах любит стыдливость. По-арабски хая. На английский язык его трудно перевести. я не знаю ни единого слова в английском языке, которое бы полностью отражало суть слова хая. Можно тома написать об этом слове. Вот, допустим, в английском, да и в других языках есть слова, обозначающие такие ценности, как честность, правдивость, честь, достоинство. Понятно, что и об этих понятиях можно целые тома написать, ведь это глубокие понятия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что это качество хая, исходит из веры. Это скромность, застенчивость. Сегодня это редкость. Арабское слово хая переводится как стыдливость. В слове хая корень хай, то есть жизнь, красиво. В английском ни одного слова не знаю, которое достоверно передавало бы смысл. Но несколькими словами можно передать. Это скромность. Это застенчивость. Или стыдливость. Но только говоря застенчивость, не надо это путать со слабостью. Застенчивый не обязательно слабый. А то иной раз люди это путают. Такой у нашего общества менталитет. Если брат много не разговаривает, даже родителям это может не нравиться. Если ребенок растет застенчивым. Типа, ну он же мужчиной должен быть. Люди думают, что мужчина должен быть обязательно громким. Говорить должен много, громко. Люди заблуждаются. Это больной менталитет. Люди называют это силой. Типа, я не буду терпеть, выскажу. Если есть что сказать, надо говорить. Че, я тихоней должен быть что ли? Я ж мужик. Но Аллах и его посланник любят застенчивость. Посланник Аллаха сказал, что она от имана. Она от веры. Когда сподвижники описывали нрав посланника Аллаха мир ему и благословение Аллаха, они какой пример привели? О его манере поведения. Как? Да, застенчивый, хотя люди неправильно это понимают. Им это кажется слабостью. Но о пророке сподвижники пример приводили. Да, да, именно вот этот пример. Когда сподвижники описывали посланника Аллаха, говоря о его нраве. Они говорили, он был как девственница за занавеской. Как кто? как девственница за занавеской. Я же говорю, люди застенчивость воспринимают как слабость. Но тот же самый человек, который привел этот пример, сказал, что на поле боя, когда шла какая-то битва, мы прятались за спиной пророка. Ну то есть, чтобы отдышаться. А посланник Аллаха продолжал сражаться. Пророк был сильным человеком. Но вне битвы он был как девственница за занавеской. Вот из всех сахабов, из всех сподвижников посланника Аллаха, кто был очень застенчивым? Руфмен, Аллах доволен им. Опять же, это от веры. Скромность, стыдливость, это не обязательно означает, что ты слаб. Это не значит, что когда нужно будет сказать правду, ты ее не скажешь. Нет, это не слабость. А на сегодняшнее общество, посмотрите, в нем все наоборот. Аллах любит, чтобы мы скрывали грехи. Мои братья, и особенно мои сестры. Если мужчины так испортились, то что говорить о женщинах? Опять же, я сейчас не о том, халяль это или харам, а то меня на улице еще подкараулят, или сестры после лекции накинутся со спины. Но это факт. Сегодня женщины хотят рулить, не хотят слушаться, вместо мужа решают. Вот в большинстве браков, когда речь заходит о выяснении отношений. Как бывает, обращаешься к отцу жениха, а он в открытую тебе так и говорит, я эти вопросы не решаю, это к матери. Ну, то есть, дескать, здесь мои полномочия уже все, у меня нет права голоса. Ничем помочь не могу, с матерью надо договариваться, она решает. Это как, так, она-то понятно рада, родешенька? Но я-то не с ней разговариваю, а с тобой, давай с тобой вопрос решать. Нет Бога, кроме Аллаха. И у нас настолько ориентиры перевернулись, что мы это воспринимаем как силу. Типа, ну да, я ей уступил, она решает. На самом деле, ты решать должен. Ну, так вот, Руфман был очень застенчивым. Аиша, жена пророка, рассказывает. Как-то раз мы сидели с мужем, мир ему и благословение Аллаха. И у него из-под одежды виднелась нога. Я не уверен, какая именно ее часть, но не думаю, что та, которую обязательно закрывать. Просто какая-то часть ноги. Они в тот момент сидели вдвоем. Аиша и пророк, мир ему и благословение. Аиша говорит, в дверь постучали. И Аиша говорит посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Странно говорит. Когда зашел мой отец, то есть Абубакар, ты не закрылся. Когда Омар зашел, ты тоже не закрылся. А почему, когда вошел Усман, ты поднялся и поправил свою одежду? И пророк, мир ему и благословение сказал, Аиша, разве не следует мне постесняться того, кого стесняются даже ангелы. И ты думаешь, мой брат, моя сестра, что если возьмешь телефон, снимешь какую-то приколюху, потом разошлешь ее, и что, ты от этого лучше станешь? Станешь счастливее? Аллах любит застенчивых. Передается от Усмана и также от Али, сына Абуталиба. Не ручаюсь, что это достоверно, но есть такое сообщение. Говорится, что они никогда не смотрели на свои половые органы. Вот она хая. Застенчивость. Стыдливость. А сегодня что, голые по дому ходят? А че я ж дома? Зато ангелы дома, брат. Брат, а это харам? Начинается углубление в технические подробности. Братья, сестры, я, конечно, извиняюсь, но халяль и харам, как бы это поделикатнее сказать. Запретное что-то или дозволенное это же еще не все. Важно, к чему это приводит. Надо по ситуации смотреть. Те, кто хотят приблизиться к Аллаху, укрепить связь с Ним, у них подход другой. Те, кто хочет к Аллаху приблизиться, так не рассуждают. Они все возможно используют, чтобы к Аллаху приблизиться. Даже если это не обязательно. Пророк по сто раз прощения просил. В день. Ему халяль было не просить? Он вообще безгрешный. Так прощения зачем просил? Он разве спрашивал, а это халяль, если я не буду по сто раз просить? Спрашивал? Нет, не спрашивал. Потому что люди, которые хотят приблизиться к Аллаху, у них цель другая. Если он Коран всего час почитает, стыдно. Он соблюдает не по минимуму. Он спрашивает, что еще из дозволенного я могу оставить, чтоб оно не мешало к Аллаху приближаться. У таких людей другой подход. Их цель укрепить связь с Аллахом. Да, брат, мы все грешные. Мы об этом уже говорили сегодня. Мы все ошибаемся. Брат, сестра, я не хочу никого принизить. Такого намерения у меня нет. Но когда ты грешишь на людях, это же уже высокомерие. И это вредит твоим отношениям со Всевышним Аллахом. Когда ты прилюдно весело рассказываешь о запретном, который совершал, ты скидываешь покрывало Аллаха, которым он укрыл твои грехи. Мы его берем и рвем. Мы должны понимать, каждый из нас должен укреплять отношения с Аллахом. Русман, если не ошибаюсь, никогда не прикасался правой рукой к срамным местам. Халяль, харам, дело-то не только в этом. Когда его спросили почему, он сказал правой рукой я жму руку посланнику Аллаха. Аллах превыше всего. Вы посмотрите, какой высокий подход. Видите? Так что нужно воспитывать в себе вот эту хая, скромность, застенчивость, стыдливость. Нужно стыдиться, рассказывать о своих грехах. Застенчивость от веры. Вот знаете, братья и сестры, вы можете сами убедиться в том, как благотворно это повлияет на вашу жизнь, на ваши взаимоотношения с Аллахом. Вот, например, брат курит или сестра курит. Когда в следующий раз сигарету закуришь, постарайся, чтобы никто не видел тебя. Понимаю, трудно будет, но так будет лучше. В том числе это поможет тебе бросить. когда мы изолируем себя, совершая какой-то грех, мы как бы говорим Аллаху, «О, Аллах, я пока еще делаю это, но теперь уже хотя бы не на людях». Братья и сестры, если человек согрешил тайно, к нему не применяется шариатское наказание. Вы не найдете ни одного случая в Сире, но может изредка, но крайне редко. Практически не найдешь ты в Сире посланника Аллаха, чтобы человека поймали в его собственном доме, поймали на грехе, а потом вывели на люди и наказали. Такого либо не было, либо бывало крайне редко, почти никогда. А человек, который совершил запретное прилюдно, наказывался, его прилюдно наказывали, чтобы людям показать, что так поступать нельзя. Ну в общем, что в итоге мои братья и сестры? Нужно тщательно следить за собой. Не рекламируйте вы харам, запретное. Не надо гордиться своими грехами, хвастаться, как ты грешил. Веселье из этих историй делать, смеяться. Не распространяйте запретное в обществе, ни в ватсапе, ни в фейсбуке, нигде. Ты не представляешь. Мы не представляем, как эта штука может встать нам боком в судный день. Сколько же раз, субханаллах, сколько раз мне присылали хадис, а через пару минут приходило сообщение. Извини, брат, не проверил, это выдуманный хадис. А его рассылают, рассылают. Скольких людей он натравит. А еще и сплетни рассылают. Копируют друг другу. Всевышний Аллах любит, когда люди скрывают грехи друг друга, а не когда наоборот сплетничают о грехах друг друга. Не в смысле, что Аллах любит тех, кто грешит. Но раз уж человек согрешил, скрой его грех. И за это Всевышний Аллах в судный день скроет твои грехи. Скроет их. И свои грехи рассказывать устыдись. А если тебе не стыдно, хотя б веди себя как будто стыдно. Хотя бы так. Поступи так, будто устыдился. Так будет лучше для тебя. Просим Всевышнего Аллаха защитить нас. Пусть Аллах защитит всю общину Мухаммеда. Мир ему и благословение. Ассаляму алейкум. Меня зовут Абдуль Алим. Я диктор-переводчик канала Дау Проджект. Это невозможно понять разумом. Это нужно только принять как факт. Здесь и сейчас просто кайфовать. Ты сам заражаешься этой атмосферой так же. И чтобы вот эту истину понять нужно Субханла иной раз такую извилистую дорожку проделать.